Всем привет, дорогие друзья, с вами Юга, и сегодня мы поговорим про скиллы в Game of World. Быстренько расскажу, как прокачиваются скиллы, как это делать эффективно, и что делать, если у вас это не получается. Так что давайте сразу к делу. Итак, первонаперво нужно узнать, как называется непись, которая продает скиллы. Это стон Маньяк Пина. У него вы можете купить скиллы до третьего левла на свое оружие. Есть три вкладочки. Стоит один скилл 7500 голды. Он есть в каждом городе, начиная с самого первого и заканчивая, думаю, последних. На протяжении первых, соответственно, актов, которые вы будете проходить, каждые скиллы доступны в определенном городе. То есть вы будете подбираться к другим скиллам, соответственно, с первого, второго и третьего, и четвертого акта. Они у вас будут открываться. Есть одна проблема, о которой почему-то не подумал разработчик, что только в определенном акте вы можете купить определенные скиллы. То есть предыдущих актов вы скиллы купить не сможете. Поэтому вам придется возвращаться в другие акты, чтобы взять и прокачать его. Также в каждом акте нас ждет такой непись, как хук мерчант. И рядом с ним есть доска поручений. У хук мерчанта вы также можете приобрести скиллы, которые подходят непосредственно для вашего типа оружия. Но плюс этих скиллов раз в сутки, и это очень важно, вы можете купить скилл, у которого будет Memory Scarf. Это показатель фейлов. Если у обычного он торговца 4, то у данного хук мерчанта, у хука, назовем его так, у него этот уровень фейлов 7. И я сейчас в дальнейшем объясню, почему это важно. И очень важно, чтобы вы подходили и раз в сутки покупали и тратили эту валюту. Так или иначе, хотя бы тот скилл основной, из которого будете дамажить, вы должны покупать, естественно, чтобы его в дальнейшем прокачивать. Выполняя поручения на доске, вы будете получать все прекрасные жучки. Также эти жучки вы можете получить за то, что вы будете проходить определенные активности в игре. И уже у Непися Кана в разделе поделиться знаниями, все знания, которые вы накопили, также будут конвертироваться в эту валюту. Как видите, мы получили, мы можем покупать скиллы. Теперь самое главное о прокачке. Как лучше прокачивать, что для этого нужно. Итем, к сожалению, не переведен еще на русский, но он называется Memory Source. Ну, он бывает 3-4 грейдов на данный момент. Я еще не видел легендарных, но сам факт того, что в среднем вы можете в данжах выбивать белого тира, синего и золотого. Также эти фрагменты можно купить на черном рынке. Они продаются в свободном доступе. Ну, по крайней мере, на определенное оружие купить их особо не проблема. Как видите, есть уники, которые также можно приобрести. Итак, касаемо прокачки. Вы юзаете непосредственно Memory Source и юзаете на скилл. У вас появляется Memory Card строка, которая, как видите, из 4 фейлов. Чтобы количество фейлов было увеличено, как я и сказал ранее, вы можете применить купленные за валюту, за червячки, скилл, у которого будет 7 фейлов. Нас интересует все, чтобы как бы продемонстрировать 4. Мы далеко заходить не будем. К сожалению, интерфейс тут все время забивается. Надо каждый раз. Итак, каждый Memory Source дополняет плюс 1, 2 и уникум до 3 апов скилла. То есть, по факту, вы можете разогнать даже с 4 фейлами до плюс 20. Чисто в теории, с 30% шансом он не меняется. Меняется только, допустим, если это синий, он 15, и у золотого 30%. И, по-моему, около 35, и, возможно, меня поправят, потому что у меня уникум не было за уникум Memory Card. То есть, вы можете с одного трая получить 3 левла скилла. Но, допустим, если вы на начальном этапе, и вам нужно прокачать, у вас, соответственно, для вас это, конечно же, белые. Вы начинаете качать. У вас прокачался на 1 раз, скилл не зафейлился. Если он у вас 3 левла, и вы уже вкачали его в 4, значит, вы можете уже даже его активировать, и скилл повысится. Но вам этого мало, и вы, соответственно, продолжаете, говорю, я, допустим, хочу прокачать. Но что-то не идет. Вы такие, блин, а может быть, вкинуть, допустим, синюю, там же 15% шанса, и вдруг прокнет на 2. Но, увы, тоже не заходит. Вы также можете, соответственно, чередовать. И если оно сфейлиться, вы получите то, что у вас в конечном итоге. Если скилл полностью зафейлился, заполнил всю строку Memory Scar, и у вас 4 фейла, и вы можете его заюзать, если у вас левел меньше. У меня, допустим, 3-го левого Раскад Грома, я юзаю 4-й. Он мне говорит, что нет такой возможности. А, все правильно, потому что у меня уже 4-й левел есть от Андрофола, и он мне говорит, дружище, нет, что я могу с этим делать скиллом? Могу его разобрать и получить фейдед фрагмент, а могу просто его выкинуть на землю. В общем, в принципе, делать все, что угодно. По сути, это зафейлилный скилл, если он у вас, соответственно, ниже грейда, который у вас есть. Но есть и такие скиллы, которые вы будете прокачивать, и они у вас ниже грейда, вы можете выставить на аукцион. Но что-то мне подсказывает, что-то от ниже 7-го, 10-го левого на данном старте игры особо будут науки неактуальны. Потому что, в целом, можно до десятки скилл довести вполне себе. Но, при очень большой удаче. Так что, если что, аукцион, покупайте, будут специально на стриме для вас, соответственно, какие-то крафтить по просьбе. Вот, в принципе, все, что касаемо скиллов. Если какие-то в дальнейшем по ходу игры будут нюансы, потому как это на данный момент все, что известно, я, конечно же, сообщу об этом на стриме. Или в комментариях. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам это было полезно. До скорых встреч на стримах. Пока-пока, ваш юбор. Субтитры сделал DimaTorzok